Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Сегодня мы уже первую ночь переночевали в новой квартире. Вчера уже довезли последние вещи, сдали ту квартиру, и всё, уже сегодня ночевали здесь. Ну, вчера, когда мы приехали, я тут осталась и попыталась хоть как-то что-то немножечко здесь порядочек какой-то навести, чтобы можно было там где-то что-то кушать, приготовить, где спать. В общем, как-то так, что могли. Вчера уже так оборудовали. Хочу вам показать, что мы сделали. Ну, тут мы постелили вот матрас один, второй. В общем, спали мы тут втроём. Тут вообще, не знаю, пять человек могут даже поместиться. Просторно спали. Немножечко тут постелили коврик. Пока что детский поставили столик, тумбочку, в общем, детскую. Комод мы ещё пока не закладывали вещами. Ну, и дочка тут свой рабочий уголок оборудовала. В общем, пока ещё нужно будет здесь выкладывать какие-то вещи. Пойдёмте дальше. Ну, в коридоре у нас, конечно, пока что ещё бардак. Работы ещё не закончены. Поэтому здесь у нас вот линолеума нету пока. Ну, в общем, коридор мы вообще никак не считаем. Ну, а это кухня. Тут я вот справа поставила вешалку, обувницу, чтобы можно было здесь одеваться. И вот были у нас полочки, были столики. На полочке я пока поставила какие-то продукты, которые нам вот нужны будут под рукой. Моечку нам подсоединили в воду. Горячая вода есть. Ну, и так пока в коробках там что-то кухонное. Вот стол, печка, всё, что нужно. Ну, а тут, конечно, у нас пока что ещё куча вещей. И тут куча вещей. Холодильника ещё пока что нету. Но я на балконе. Мы поставили вот такую этажерку. Пока что туда будем складывать продукты. Сейчас покажу на балконе. Чтоб здесь вот под ногами было тепло. Я тут положила коврики. Тут какие-то детские игрушки, санки ещё пока что. Но вот там в коробке у нас продукты. На этажерку можно будет тоже ещё продукты повыкладывать. Но пока они в коробке ещё. Ну, и некоторые мешочки пока ещё сюда я поставила, которые пустые коробки, которые нам сейчас не нужны будут просто в ближайшее время. Сегодня ещё предстоит очень много перебирать вещей, потому что нужно повытаскивать то, что нам первые необходимости вещи, чтобы мы могли уже что-то там одевать или чем-то пользоваться вообще. Ну, а в этой комнате пока что мы поскидывали, в общем-то, все коробки, мешки. Тут разная одежда. Тут ещё нужно будет всё потихонечку доставать и вытаскивать. В общем, ещё непочатый край работы. Поэтому я даже в эту комнату заходить не хочу. Только пока мы будем разбирать ещё хоть какие-то вещи. Ну, тут возле печки я поставила такой столик маленький. Там сковородки. Вода будет стоять. В общем, пока так. Ну, я хочу вам сказать, спала я сегодня не очень хорошо. Но я обычно на новом месте всегда так и сплю не очень хорошо. В общем, долго не могла уснуть. Правда, вчера целый день пока возилась, я пила кофе. Покушать было некогда, в общем-то, заниматься этим. Что-то так вот на ходу перекусывала. И, в общем, целый день вчера, в общем, занималась вот этими делами. Я думаю, что у дочки я надолго, в общем-то, зависну. Но нужно обязательно помочь ей, чтобы здесь хоть как-то вот можно было существовать, жить. Потому что это у нас, конечно, спартанские условия. Вообще походные, можно сказать, условия. А сейчас пока что я сижу, пью кофе. Пока пытаюсь проснуться, собрать свои мысли все в кучу. В общем, пока еще ничего не могу соображать. Пока доча пошла отвозить Денечку в садик, я ей там написала необходимые продукты, которые нужно купить. Потому что мы не закупали, уже какое-то время не закупали никаких продуктов. Дайдали, что-то там было, чтобы меньше вот этого вот возить. А сейчас нужно вот буквально все там, картошка, капуста, молоко, там хлеб. В общем, в принципе, кое-какие продукты вот она принесет, и я буду что-нибудь готовить. Ну, тоже готовить особо ничего такого не буду, потому что на это время нету тут кулинарной очень сильно. Ну, по крайней мере, что-то нужно приготовить, чтобы можно было уже тут поесть. По крайней мере, уже есть стол, где можно сесть за столом и поесть вообще-то. Ну, хочу сказать, по крайней мере, я очень рада сейчас от того, что уже мы перевезли все вещи, и все эти вещи уже находятся в этом месте. Даже если чего-то не могу сейчас пока найти, я знаю, что оно находится здесь. Потому что на две квартиры, скажу вам, это очень сложно, когда половина вещей уже отвезено, половина вещей еще там, и непонятно, допустим, какую-то вещь ты ищешь, и непонятно, она там или еще она, или уже отвезена. В общем, как-то непонятно. Вот, и сейчас, по крайней мере, нужно будет просто повыбирать из этих мешков вещи первой необходимости, чтобы можно было там ими пользоваться для умывания, там, для переодевания, ну, что-нибудь, да. Остальные вещи пока еще пока постоят, в общем-то, запакованы. Хочу сказать, что, конечно, разочарована я нашими работниками, потому что обещали нам сделать до 21 числа, обещали, что туалет-ванная будет уже полностью сделан, и мы уже будем купаться. В общем-то, уговор был такой. Но на самом деле закончилось только тем, что вот штукатурка не закончена, потому что там то были праздники, то выходные, проходные. В общем, как-то недобросовестно подошли к работе работники, и, в общем-то, мы решили этих работников уволить, так сказать, и нанять других. И у нас, в общем-то, по сути, заштукатурены в ванну туалет, и вот только там начали плитку ложить, и потом опять у нас исчез этот плиточник, и мы уже решили, в общем-то, расстаться с этими работниками. Я не люблю, честно говоря, людей безответственных. То есть я считаю так, договорились к такому-то числу, будьте добры, сделайте, когда хотите вы это делаете. Но уговор есть уговор. Обязательных людей вообще я уважаю, я сама обязательный человек. Я если не могу, я не обещаю. Но если я пообещала, то, значит, вот прям нужно обязательно сделать. У меня этот влог, видимо, выйдет немного позже, чем вообще я планировала, планировала, потому что вот эти дни последние мне снимать было совсем некогда, вообще не до съемок было. Ну и потом, а, собственно, что снимать? А снимать, как мы запаковываем вещи, и как мы моем, убираем квартиру ту, чтобы сдать. Здесь тоже вот нужно где-то что-то мыть, и где-то что-то распаковывать. Особо-то снимать мне нечего. И, честно говоря, правда, вот нету времени. А если время уже как бы и есть, но я уже такой себя чувствую, какой-то вот уже голова не соображает, и я уже не знаю, что и говорить, поэтому думаю, ладно, пока вот завтра, вот завтра, вот завтра. Поэтому влог этот выйдет немножко с задержкой. Ну что делать? Вот немножечко сейчас такие у нас, как сказать, обстоятельства, которые нужно учитывать. Но ничего страшного. Я никуда не пропала. Все будет потом сниматься вовремя, выкладываться видео. Спать было сегодня прохладно, хочу сказать, потому что у нас сейчас межкомнатных дверей нету, я поняла уже. И вот эти вытяжки, которые вот у нас в кухне вытяжка стоит, там в туалете в ванной где-то там вытяжка стоит, и вот эти вытяжки, они создают некий сквознячок. И вот когда уже спать мы легли, мы чувствовали какой-то свежий какой-то воздух. Даже прохладно было, хотя поставили мы тут уже батареи прям горячие-горячие. Но я думаю, что это из-за того, что нет межкомнатных дверей, потому что, собственно, с окна не дует, с двери не дует. Откуда еще? Только с этих вот вытяжек. Ветер немножечко у нас тут как меняется в комнате, да, то есть все время какой-то свежий воздух. Ну, температура здесь не такая, конечно, как была там, но я думаю, что потому что здесь еще вот не обжитое помещение, поэтому здесь как-то так прохладненько. Поэтому, собственно говоря, вот спали мы сегодня одеты. Но зато вот эмоционально такое состояние очень хорошее. В общем, здесь такая вот атмосфера. Я дочке говорю, вот представляешь, ты в новом доме, ты живешь уже, свою создаешь атмосферу и свою вот эту ауру, да, то есть вот хорошая такая здесь вот аура чистая, то есть она еще, знаете, когда люди оставляют за собой какой-то шлейф, когда вот мы на той квартире, кстати, жили, там тоже вот хорошая аура была. Не жило до нас там плохих людей. Кстати, кто-то спрашивал из подписчиков, собираюсь ли я с дочкой жить. Ну, я уже говорила, если вы видели мои видео до этого, я люблю жить одна, пусть у меня небольшая комната, но там она обставлена на мой вкус, там моя аура, я люблю тишину, я люблю покой, я люблю расслабиться и знать, что не нужно мне куда-то подрываться и где-то куда-то бежать. То есть вот ребенок что-то захотел, нужно, значит, что-то там уже сделать, да, дать ему, может быть, там покушать, попесить, а может быть еще какое-то внимание, заплакал или что. То есть я вот просто там одна, и там совершенно моя атмосфера. Это, знаете, как вот, не знаю, как это назвать, моя келья, да. Я там в уединении люблю находиться, в тишине, чтобы у меня там и физически могу расслабиться, просто лечь, расслабиться, да, и мысли там отдохнуть, когда я хочу. Поэтому я отдыхать люблю, ездить туда к себе. А вот дочке помогать, ну, ради бога, с удовольствием помогаю, потому что я даже чувствую, что я прям хочу ей помочь, нужно ей помочь. Эта помощь моя здесь нужна. Вот, поэтому я помогаю, с ребенком помогаю, вот с переездом там, с тем или с другим помогаю. Я считаю, это нормально, когда мама помогает, это нормальная мама, когда помогает. Потому что тоже кто-то из подписчиков пишет, что вы там за нее все делаете, что вы там на нее там что-то там работаете, ну, какой-то такой бред. Ну, это, наверное, пишут люди, которые не имеют своих детей, потому что ты, когда свое чадо вырастешь, всю жизнь положишь на то, чтобы вырастить своего ребенка, ты этого ребенка не бросишь, когда он уже и вырос. Если ты видишь, ребенку нужно помочь, значит, возьмешь и поможешь. Если в этом, при том, что у меня есть такая возможность. Я не работаю сейчас. У меня нету там других маленьких детей, там мужа или чего-то. То есть абсолютно есть время, силы, возможности помочь. Значит, я помогу, я ей помогу, она мне поможет. Это нормально, это вообще так и должно быть, я считаю. Ну, ладно, мои хорошие, стало я что-то тут уже слишком много разглобольствовать, но у меня присела с утра. Ладно, сейчас я еще пока попью кофе, немножечко еще раскачаюсь и уже потихоньку начнут мысли приходить, что нужно делать, я уже встану и начну что-то делать. Пока что я просыпаюсь еще. Но если что-то интересное будет, я включу камеру и сниму вам обязательно. Я сразу прошу прощения за освещение. У меня сейчас нету лампы, нету фона, поэтому я снимаю как есть и качество видео может быть недостаточно хорошее. Но уж за это я сразу извиняюсь. Смотрите, как у нас уютненько уже стало. Мы с дочкой занавесочки повесили. Я свет тут выключила, я спала. Пока она поехала по каким-то своим делам, я легла телевизор смотреть и приснула чуть-чуть. Видите, телевизор у нас переносной маленький, мы его то на кухню, то сюда. Ну, занавесочки взяли. Мы там незамысловатенько, у нас багет пока нет, мы будем не знаем, какие выбирать. Мы все это на веревочку натянули, можно их отодвинуть, задвинуть. В общем, теперь у нас классно, уже не будет слишком ярко. У нас ночью мы спали, там фонари и в комнате светло. Сейчас уже будет у нас уже хорошо. И не так будет сильно дуть. Ну, видите, какой уютик создали. Коврики тут у нас везде постелили. И на дверь повесили тоже, завесили дверь, потому что от вытяжки тянет, честно говоря, очень сильно. Ну, как бы чувствуется, что от вытяжки тянет, и такие вот, такие небольшие сквознячки есть, просто прохладно. Вот сейчас я лежала, прям хорошо, ничего не дует, нос сразу у меня это ощущает, когда дует прям. Сегодня доча разбирала тут вещи. Я так по большей части сегодня готовила. Ну, тут вот уже немножечко еще так порядочек навела на этих стеллажах. Сегодня в мультиварке я сделала тушеную свинину с подливкой. И на плите приготовила я гречку. Просто гречку обычную сварила. Просто как водичку присолила чуть-чуть и сварила гречку. Я такую гречку еще люблю с молочком. Вот, кстати, я сейчас поспала и немножечко проголодалась. И сейчас я хочу гречку с молоком поесть. А ее также можно есть гречку с мясом. Поэтому я не делаю сладкую гречку. Я не готовлю ее сразу сладкой. Она у меня обычная. А тут на балконе у нас прохладненько. У нас, кстати, на балконе, тут, видите, тоже как вытяжка. Ой, как дует отсюда. Смотрите, даже шевелится пакет. Да? Здесь прямо тянет хорошо. Так, быстренько беру, что мне нужно. С моего такого мини-холодильничка. Там мне нужно только молоко сейчас. В общем, мои дорогие, какой там холодильник? Зачем сейчас холодильник? Там такая холодильня на балконе сейчас. Ну, мы, конечно, будем решать этот вопрос, что с этим делать. Но сейчас на данный момент делать ничего не будем. И пусть будет там прохладно, пока мы не купим холодильник. У нас еще впереди февраль. Будет, кстати, морозы в феврале холодно. Так что холодильник сейчас не нужен. Вот, смотрите, я кашку свою положила в тарелочку. И вот просто молочком вот так вот его заливаю. И все. Ну, в микроволновке разогрею. Вот такую гречневую кашу нам давали в детском садике, когда я еще ходила в 60-х годах в детский сад. И мне очень нравилась такая гречневая каша. А после этого, когда гречку я стала уже есть в каких-то там других заведениях, ее давали сладкой. И мне сладкая она не нравилась. Мне нравится она вот именно такая, не сладкая. Ой, как за ней соскучилась. Вот все-таки не люблю я грязь и все. Хоть уже и не хотела сегодня ничего сделать, но я взяла сейчас вот тут вот протерла полики, вот эту пыль собрала. У нас мусор вывезли сегодня. Строительный мусор. И чтобы мы здесь могли уже ходить, вот не боясь, что запачкаться и дышать этой пылью. В общем, и вот здесь на кухне островок этот я убрала, разобрала чуть-чуть, поляну сделала, протерла. Теперь уже здесь просторней и уютней. Вот. Сегодня я уже буду отдыхать. Ну, может быть, там по мелочи что-то сделаю, а может, и не буду ничего. По крайней мере, сейчас мне комфортнее. Когда чисто, тогда и комфортно. Ну, эти вещи мы уберем уже там тоже вот в ближайшие дни, но они, по крайней мере, стоят в уголочке, не мешают, уже здесь есть пространство. Нам привезли водичку. Уже будем пить вот эту водичку теперь чистенькую. Ну и все. Денька такая хорошая. Денька. Классно лежать-то, да? Вообще, тебе тут нравится. Деньке очень нравится, да? Денька обалдеет здесь вообще. Всем доброе утро, мои хорошие. Сегодня поспали мы уже вторую ночь в новой квартире. И я хочу сказать, что я, видимо, может быть, уже расслабилась как-то, да? Вот я себя уже получше чувствовала. Вчера хорошо уснули. Денька уснуть долго не хотел. Он вообще так радовался, что-то прыгал. Мы с мамой вдвоем, да, с обеих сторон. Обычно мы по одной с ним ложимся спать, укладываем. А тут мы вместе укладываемся. И он так радовался, так бесился. Долго мы не могли его успокоить. Уже хоть настроение ему надо испортить для того, чтобы он уснул. Слишком хорошее настроение было. Но уснул он, уснули мы. И правда, вы знаете, я ни разу за ночь не проснулась. Вот проспали, да сколько? До полдевятого, да, полдевятого уже я проснулась. Смотрю, пора вставать. И, в общем, классно. Вообще сегодня у нас такой день отдыха. Мы сегодня особо сильно работать не будем. Мы ждем сейчас человека, который должен прийти посмотреть. И, ну, так, если будет время свободное, просто, может быть, какие-то вещи поразбираем. Ну, вот ничего сегодня уже намывать не будем. Ничего такого делать не будем пока, да. Мы сегодня, может быть, сами себе выходной устроим, отдых устроим. И чтобы ручки наши труженные отдохнули. Потому что и у меня ручки болят, и у дочечки ручки болят. Нам тоже нужно иногда отдыхать. А сейчас моя зайчка кофе делает себе. А я себе кофе уже сделала. Иди, моя дорогая, поздоровайся. С моими подписчиками. Я такая еще только просто молодая. Да ты всегда красивая, всегда молодая. Я думала, ты скажешь, да ты всегда как будто только красивая. Так что мы сейчас кофе попьем, проснемся и будем думать, что нам сегодня дальше делать. Как кофемашина моя стоит? Я показывала, безусловно, как у нас тут, что стоит. Вот кофеечек. У дочери кофеечек, кофемашина. Я себе растворины наливаю. Так что все у нас норменько. Все чудненько. Вот что моя доча делает. Она такой замысловатый. Решила завтрак замутить. Овсяную кашку сварила. Там фруктики, бананчик, яблочки. Шоколадом это сейчас все покрывает. А шоколад не простой еще? Еще не простой шоколад какой-то диетический, низкокалорийный. А что-то там еще, ты там будешь... Да? Да. Доча меня радует завтраками прямо в последнее время. Вот здесь вот на этой квартире, да? Вчера завтрак сделала, сегодня завтрак. А это же почему я раньше такой злой была? У меня велосипеда не было. А теперь? А теперь в своей квартире. Дизайнер Стас Кругня от мамы Чоли. Новая квартира. Завтраки каждый день. Нон-стоп. Я думала, шоколад будет прям литься, но он нальется, а он густоватый. Ну ничего страшного. Так вот семками посыпаем. Красиво. Ой, так плохо вывалилось. Дырочка маленькая. Ну мне чуть-чуть семечек, я просто... А тебе сейчас бубух, как бубухнет? Значит, это будет тебе. Так, хватит? Да, хватит. Я попробую. А мне побольше, я люблю хрустело, что-то на зубах. В общем, короче говоря, нам в этой квартире нравится. Мы прям в хорошем настроении, просыпаемся. Сегодня выспались здорово, да? Ой, я нашла способ масла. Видишь? Ее сыпется, как помада. Завтра готов. Добро пожаловать. Да. Пришел к нам сегодня новый человек, работник. Все посмотрел, все. Мы посмотрели, пообщались. В общем, ну как бы будем надеяться, что все хорошо. И скоро нам сделают ванную. Я жду не дождусь. Ну что, мои хорошие, мы с дочуркой решили отдохнуть. У нас заслуженный отдых. Мы его заслужили на самом деле. Мы сейчас едем в Султан-спа. Хотим там немножечко в бассейне поплаваться, в парной посидеть, в хамаме, да? Там солевую комнату или что-то там еще. Соляная комната, 15 минут пребывания. Там заменяют три дня на море. Мы сейчас на три дня на море едем. Так и говори. Мы едем, можно сказать, на три дня на море, да. У меня, конечно, вид не очень. Но вы в последнее время не обращайте внимания на мой вид. Ты прям, знаешь, подожди, подожди. Ты прям вот так, смотри, сделай сейчас заставку такую начальную. Типа, ура, мы едем три дня на море. Говори. Ура. Мы едем три дня на море. Мы едем три дня на море, да. Все, теперь вырежешь вот это и начало поставишь. Я не буду думать, что на море поехала. А потом все карты раскроем. Прикольно же, когда за травочкой. Слушай, ну, это, не знаю, у меня как бы в основном все видео заточено на переезд вообще. Вот, и они будут смотреть и думают, да, у него переезд. В начале сказали на море. В какой момент они на море собираются? Я люблю так делать. В общем, не обращайте внимания на мой внешний вид. Я в последнее время не накрашенная, не какая вообще. Вот, поэтому это я даже сейчас губки чуть-чуть подкрасила. Мадам Брошкина. Более-менее еще. Да, я уже из зеркала не заглядываю. Мы вчера только зеркало распакахали одно небольшое. Над моечкой повесили на кухне. Что такое мадам Брошкина? Почему мадам Брошкина? Что это значит? Я не знаю. Ну, вот у этой. У Пугачевшки. Я знаю, что у Пугачевой. А что это? Не такая, не такая, не какая. Но мадам Брошкина это как бы вся из себя такая. Понимаешь, вот я не могу. Откуда это повелось, я не в курсе. Жалко. Напишите в комментариях, кто знает. Мадам Брошкина что это такое? Да, напишите в комментариях. Типа вся в брошках, что ли? Мадам Брошкин. Дорога, дорога, осталось немного, от жизни моей не простой. А ты стекло хоть немножечко там это раз прочист? Смотрите. Водичка есть там? Смотрите, грязный стекло. Нет. Мы же, смотри, мы показываем левый берег Дона. Вот Дон мы уже переехали вон-то. Погода серая, у нас сегодня дождь, у нас сегодня пасмурно-пасмурно. Очень сильно пасмурно. Ну и вот показываем, как мы едем, куда мы едем через мост Оксайский. Проехали на левый берег Дона поворачиваем сейчас и по левому берегу. В прошлый раз мама снимала, показывала. Да, мы тогда поехали по Ворошиловскому мосту, тогда я снимала. С другой стороны. Мы с другой стороны ехали, а сейчас мы едим по Оксайскому мосту. С другой стороны. С другой стороны, да. Вот. Так что вот так вот у нас дорога. Тут у нас, кстати, будут сейчас... Ну, раньше были базы, я не знаю, что там сейчас вообще сделали. Посмотрим, базы были на левом. Снимают для вас то, что вы хотели. Вот кто-то просил, снимаете там... Дорогу. Где вы дорогу там, где вы снимаете город. Ну, это не город, как бы можно сказать, за городом. Ну, и тем не менее, где мы едем... Это левый берег Дона. Это левый берег Дона, да. Я уже сказала. Просто когда я еду, допустим, сама за рулем, я снимать не могу. А вот когда дочка за рулем, а я сижу с камерой в руках, вот. Поэтому у меня только появляется возможность что-нибудь для вас снять. Даже если это пасмурная погода, даже если пейзаж, вот не пейзаж какой-то. Ну, мы же разговариваем, снимаю нашу болтовню, да. Кстати говоря, посмотрела комментарии за вот последние там два видео, три видео. Я смотрю, вам понравился, да, формат вот таких видео, которые в последнее время стала снимать. Я же говорила эксперимента ради, я попробую снимать другой формат, чтобы интереснее было смотреть. И я, в общем-то, вроде бы как, ну, типа влоги снимаю, и все, в этот влог включаю все, что происходит. Переезд там, готовка или еще что-нибудь. Вот. Вот мы видим уже, тут у нас Дон. Вот, прямо, смотри, возле берега. Мы прямо едем, вот тут можно выйти, и сразу водички... Водички ноги можно было бы помочить, да. Ну, мы не выйдем, потому что... Заходи, помочи. Смотри, тут вода аж прям рядом-рядом, глянь. А вода поднялась, походу, да. Баржа, ой, баржа едет. У нас, видите, не замороженный Дон, потому что у нас зима такая теплая, и у нас морозов еще никаких таких не было. То есть у нас крутится около нуля температура, ночью, может быть, минус два, днем плюс два. Вот такая вот зима. Ты прям стихар. Да. Слушай, ну, прикольно вода. Летом, когда мы тут проезжаем, здесь у нас берег видно. А сейчас вода прям вот вообще подступила вот сюда, вот сюда-сюда, да. Прям вообще. Вот она прям рядышком. Интересненько. А вот на той стороне я вижу, там у нас эти база, лодочная стоянка, там вот лодки видно. Ну и люди-то живут. Ну, внизу, на самом берегу там люди не живут, они чуть повыше, да, за железной дорогой живут. Вот, а тут все равно как-то на берегу лодочной стоянке. Так, ну, уже не, турбеет зашли. Тут стекло немножко припачкаем. Да хватит уже снимать, ты заставляешь меня стекло, стекло мыть. Мне все видно. А мне не видно. Я когда еду, мне надо, чтобы у меня прям стекло было прям чистеньким, чистеньким. Это она еще не руководит моим рулем. Поверни направо, налево, включь поворотники. Ну, у тебя для этого есть навигатор. Зачем я буду руководить? Поворотники включаю. Ну, вообще, я люблю поруководить, да. А здесь помедленнее. Поруководить я люблю, это мне нравится. А тут побыстрее, пожалуйста. А где базы? Я что-то не могу их увидеть. Что-то такое. И параллельно про базы еще спрашиваю. Нет, базы. А, мы еще, может быть, не доехали до базы, да. Это они дальше уже за этим поворотом. Ладно. Ой, тут что-то интересненькое. А, это зона отдыха. Вот семейный пляж. Мы, кстати, здесь отмечали день рождения, годовщину Насте, Настеньке. Вот. И здесь такие домики стоят, беседочки. Мы там шашлык организовали, там берег. Тогда, правда, был май, еще не купались. Но, тем не менее, вообще было. Вот как раз там беседочку я вижу, вот проехали сейчас. Вот. А, кстати, вот эта усадьба Голицыных, это здесь же свадьба, да, Виталий по-другому делали? Рядом, да. Ну, вот где-то вот в таком месте тоже здесь, на левом берегу, тоже очень было красиво там и вообще классно. Ну, хоть левый берег покажу, какой он у нас вот на левом берегу, какие у нас тут базы отдыха. Раньше было много очень базы отдыха. А сейчас, видно, их посносили. Я вижу здесь очень много новых объектов, ну, как бы вот эти вот домики, все это новенько-свеженько. Вот это все поснесли базы отдыха. Сейчас, видимо, эту землю подраспродали. И у нас тут много таких вот, типа таких вот кафешек, где арендуют, там, свадьбы проводят, какие-то дни рождения, что-то такое. А тут этот ресторан какой-то, или что это, да? Ну, какой-то магазин, гостиница, я видела. О, даже пятерочка. Отель, отель, ресторан. Да, какой-то вот. Лучше кофе на дороге, отдохнем, пройдем ноги. Я сразу в путик. Ресторан. Я просто смотрю, с какого ракурса снимать поинтереснее. Вот, наверное, на дорогу поинтереснее. Я сама, когда смотрю, я люблю смотреть там одного блогера, там, Алекса Брежнева. И он дальнобойщик. И он когда вот на дорогу камера смотрит, и он что-то рассказывает. И у меня такое ощущение, как будто я рядом с ним сижу в кабине, и вот смотрю на дорогу, и прямо отдыхаю. И интересные, что-нибудь истории рассказывает. Он такой прикольный вообще блогер, мне он нравится. Вот, кого смотрит мама. Кого я смотрю. Да, я, кстати, раньше любила сериалы смотреть. А сейчас запускаю этого блогера, я смотрю его подряд, все ролики. И мне нравится, в общем-то, все, что он рассказывает. У него очень много интересных историй. И вообще он такой вот, ну, прикольненький, хороший такой. Хороший такой мужчина. И с дальнобойщиком рядом никогда в жизни не ездила. А тут, по крайней мере, можно сказать, поездила. Какой опыт, да? Спросят, скажут, да я с дальнобойщиком. Знаешь, сколько? Ну, при том, что он-то ездит, он работает в Америке. И ездим по штатам мы с ним, да, в кабине, можно сказать. Я смотрю там на эту Америку. Где была вчера вечером, да, мы с Брежневым ездили? В Америку наизнанку. Так дело в том, что я же вижу Америку действительно с обратной стороны. И они то, что показывают в новостях. Ой, Казачий хутор сейчас только что проехали. Вот тут круглый год делают шашлыки очень вкусные такие, прям сочные. Их делают много, потому что у нас, в принципе, да, с Ростова обычно люди даже сюда приезжали специально за шашлыками. Вот, заказаны. Это как достопримечательность. Да, Казачий хутор. А где-то тут Петровский причал, я помню, был какой-то ресторан. Мы еще по молодости сюда приезжали отдыхать. Мы его еще не проехали? Не знаю. Он где-то рядом. Может быть, он здесь вот? Где-то рядом. Ну-ка, ну-ка, сейчас будем смотреть. Может быть, вот он здесь? Что-то вот... Жемчужина какая-то. А, мы тут были, да? Мы тут были, зависали. Было дело. А это мост, а, это железнодорожный мост. Вот вода, смотри, аж прям рядом дома. Вообще, слушай, классно. На Левом берегу зимой вообще и побывать. Да? Зимой особенно классно стиль. Да. Лучше, чем ледом. Ну, зимой просто как-то по-другому все смотрится. Ресторан зеленый какой-то отель и что-то зеленое. Такая вот унылая дорога серенькая. Да, вообще сегодня небо, посмотрела, такое серое-селое. Вообще какое-то. Некайфное. Некайфное. Некайфное небо. От неба не кайфуем мы сейчас. Да. Да, я смотрю, здесь очень много построек. И вот сколько мы на протяжении ехали. Я помню, что там были просто базы, одна за другой стояли. Сейчас их, видно, просто все снесли. Ни одной я не увидела базы. А какие базы, да? Кто этими базами занимается? Раньше это были от каких-то предприятий. На каждое предприятие была своя база отдыха. А сейчас уже, видишь, попродавали эти все земли. И сейчас всякие рестораны, кафе и все такое. А базы тут такие были вообще? Умирали? Ну, я просто помню, что были базы еще по моей молодости. Нормальные, живые их поддерживали. Живые их поддерживали. Да, их предприятия поддерживали. То есть там все время ремонт там весной обновлялись. Приезжали, отдыхали. Я в детстве там с родителями ездили, помню. Но это уже не по ура. Каждый выходной мы на базе отдыха проводили. Это были базы прям вот это вот, Савдепа. Ну, Савдеповские, я о них и говорю. Савдеповские базы. Ну, уже время не то, уже люди. А это что, ресторан Старая Мельница? Очень, очень. Это точно мы приехали туда, куда надо? Да. Да? Что-то я сомневаюсь. Нет. Нет. Да, мы приехали. Смотри, какой челок. А что здесь есть проезд? Смотри, какой челок. Ух ты, какой казак за пушкой. Молодой. Это Петровский причал, кстати, чтобы ты понимала. Ну, снимай, показывай. Это Петровский причал? Вот все, выходи в ресторан. Вот он, да? Так нет, просто здесь как-то немножко по-другому что-то было. Вот этого домика не было с левой стороны. Вот. Вот Султанспа рядом с Петровским причалом. Ну, значит, я просто не узнала. Ты просто? Я не узнала. Ты не внимательна. Приехали. Вот он, наш домик. И что вы думаете? Говорила, когда выходили, ты взяла все, там, телефон, ключи, все дела. Взяла ты эти карточки в Султанспа? Да, взяла. Они у меня с собой все. Мы приехали сюда, она залазит в сумку. Мама, где они? И где они? Говорила, восьми. Невочки, я их неделю с собой возила, неделю, никуда не вытаскивала. А сегодня, видимо, я четко показывала и вытащила и в кинотеатр у меня там сертификаты, и в СПА выложила. Но если я выложила, то должна была их видеть на кухне. Лежали пакеты тогда два. Они должны были тебе мешать. Я должна была туда заглянуть и посмотреть. А значит, я их не вытаскивала. А значит, где они? Я не знаю. Не, ну где-то ты вытащила и забыла обратно положить. В общем, рассеянная, с улицы рассеянная. Это все потому, что она мне все время говорит, не забудь, проверь. Вот ничего не забываю. Не, ну бывает... Так я тебе перечисляю, напоминаю. Ладно, все. Она забывает, оказывается, потому что я напоминаю. Суть в том, что сейчас мы идем в СПА без этих сертификатов. И надежда только на то, что я где-то в базе у них забита. И они увидят, что эти сертификаты там есть по моей фамилии. Я не знаю. Если нет, то тогда мы сегодня просто по магазинам. Завтра. Не завтра, а... А завтра уже я буду сидеть дома и заниматься строительством ванной комнаты. Значит, я не с тобой пойду, а с кем-то другим. Ну, в общем, мы идем, посмотрим сейчас. Пойдем. Ну, я тебя подожду, наверное, здесь. Ну, простите. Сводила маму в СПА, да? Может, у нас вверх туда обратно? Нет уже. Ну, это знак, может быть, что... Не знаю, сейчас посмотрим по времени. В общем, девочки, нам сказали, что там сертификаты, они, оказывается, как бы, те же самые деньги. То есть, без них никак. И я не знаю сейчас... Ну, не знаю, успеем, не успеем, сколько времени. Сейчас подумаем, сядем в машину, подумаем, успеем мы туда-сюда съездить за этими сертификатами или нет. Потому что нам еще надо в магазин зайти, потом Денис садика забирать. В общем, вот такая доча у меня. Ну, что делать? Девочки, я тут была немножечко сейчас просто пока в растерянности, камеру не включала. Но мы, в общем-то, заехали в ленту, мы уже решили, раз уже мы в СПА, как бы, не попали, развернулись, то мы уже решили заехать через ленту, потому что у нас дома продуктов на данный момент нет. Мы пока переезжали, мы не закупали продукты. Так, просто брали, что необходимо, и все. Сейчас зашли в ленту вдвоем. И, в общем, там понабрали всякой всячины. На 4,500. И я хочу снять видео отдельно, что мы купили, как только получили СПА. Вы еще взяли 4 сумки на 4 руки. Да. Я говорю, давай это бросим сумки сейчас на балкон, говорю, не будем их распаковывать. Придем, когда уже после СПА, чтобы успеть в СПА и все это. Я говорю, и уже с малой придем, и видосик с ними покажем девочкам, что мы это. И на моем втором канале вы смотрите видосик. Хорошо иметь такой большой холодильник, как целый балкон. Не нужно распаковывать пакеты. Сразу раз. Единственный минус есть в этом во всем. Какой? Что нужно одеваться, прежде чем в этот холодильник входить. Ходить, да. Холодно в холодильнике. Там в холодильнике холодно, надо целиком туда заходить. Поэтому нужно что-то на себя накинуть. Особенно, если с просонью туда вот так вот. Просто не зайдешь в ночнушечки. Я, короче, надеюсь, что все-таки мы попадем сегодня в СПА. Поэтому мы заехали в Ленту, потому что она по дороге, чтобы уже не тратить на нее время потом и раньше из СПА не выходить. А банковские дела мы оставили на потом, так как там можно после садика даже с малым взять его с садика и поехать туда. А сейчас мы закинем домой быстро сразу эти пакеты и возьмем сертификаты. И еще раз попытаем счастье в СПА-салон. А то мама тут уже, ну нет, так нет. Ну, ну ладно. Не, ну честно говоря, честно говоря, мы когда сегодня с утра еще говорили про СПА, да, я говорю, для меня туда самое главное сейчас, цель поехать, для того, чтобы искупаться, голову помыть, в общем-то, потому что у нас ванная еще не готова. А для того, чтобы ехать домой, ну мне надо тогда специально ехать к себе домой, чтобы там искупаться. А меня никто не отпускает, я еще тут как бы нужна. Тебе никто не отпускает купаться. Вот, я настроилась просто вымыться, в общем-то, честно говоря. А дочка говорит, ну как там, там надо посидеть с солью подышать, потом где-то ароматом, каким-то аромами подышать, в бассейне поплавать, там часа два-три. Я говорю, какие два-три часа, мне полчаса хватит вымыться в душе, и все, можно ехать обратно. В общем, не знаю. Как можно в спах сходить по-быстрому? Так, дело в том, что, просто дело в том, что я уже настроилась со вчерашнего дня, что сегодня искупаюсь. А если сегодня нет, то тогда получается, что получается? Четверг, пятницу, субботу мне нужно сидеть дома, помимо сегодняшней у нас среда. Это только воскресенье, тогда дочь меня отпустит, да, возьмет ребенка, может быть, и... Если рабочей работать не будем? Так, если ехать домой, то мне уже надо будет... Сейчас все твоя жизнь от рабочих зависит. Моя жизнь зависит от рабочих. Я вот сижу здесь, да, не просто так вот... Потому что выходные, Денька не в садике, я возьму малого, и пойду с ним гулять, А кто даже должен следить за рабочими? За, да, надо же... Чтобы Денька не дышал всем этим, пока плит купили, оттобрили. Ну, да, да. Ну, за рабочими следить, тем более вещи уже все перевезли, все наши вещи здесь, все наше имущество... Нажито непосильным. Непосильным трудом, да, нажито. Так что, в общем, надо сидеть, как бы контролировать процесс. Или стоять, контролировать. Да, что там? Над душой. Над душой стоять. Просто находиться там рядом, все. Вообще, когда люди работают, надо поблизости находиться, чтобы не смылись с работы раньше времени и так далее, чтобы не накосячили. Чувствовали ответственность. Чувствовали ответственность, что да. Вот, ну, в общем, короче говоря, вот так вот сейчас получается у нас, да. Ну что, мои хорошие, мы все-таки в Султан-СПА приехали. Даже уже в магазине побывали, в Султан-СПА приехали. Ну, немножко меньше времени тут побудем. А ты говоришь, ну, нет, так нет. Нет, я же уже думаю мыслью, как смириться с той мыслью, что нет, так нет, понимаешь? Не оправдывайся. Дочь, а все сделала. Нет, если я принимаю решение, что нет, так нет, мне тогда спокойнее. А если я сказала, что мы поедем в СПА, мы вот здесь. Все, пошли. Все, пошли. Ну что, мои дорогие, мы в соляной комнате находимся. Мы на море. Мы на море, да. Триня на море. Тут такой соляной грот. Вообще, если посмотреть, вот стены, да, это в соли. Потолок, он, видите, какой, тоже в соли все. Все в соли. Тут такие вот, как они называются, лежаночки, да? Лежаночки. Я покажу красоту. Кстати, на полу тоже здесь вот соль. Видите, да? Прикруйся женщина. Уже сразу. Я хотела показать, как красиво можно сыпать соль. Вот это красивая соль. Крупная, мелкая соль. Ну, по траве. Крупная соль. Знаешь, сколько здесь килограммов соли? Сколько бесплатной соли. У нас есть соль, да? Соль дома есть? Нету. Чего ты ручки сложила? Бери свой камер. Я халатик запахнула. Вот хитрая. Чтобы вам, мои дорогие, не показывать мой купальник. Хотя вы его все равно увидите попозже чуть-чуть, когда я пойду в бассейн. Можно ганг. Купальник на самом. Купальник у меня, да. Мы в купальничке. Ну все, мы релаксуем. Все. Потом покажу дальше, что мы будем делать. Прикольно. Здесь музычка такая тихая. Надо отдохнуть. А то я что-то запарилась, забегалась, замоталась. Так, ну все, мои хорошие, мы вышли из соленой комнаты. Сейчас куда мы идем? Куда мы идем? В хамам мы идем. Хамам. Хам... Хам... Хам что? Хамам. Это баня. А вообще, вот смотри, вот эта баня. Здесь можно посидеть. Почему темно? Я никогда не была, кстати. А ну-ка, давай посмотрим. Заходи. Ой. Ну тут как в сауне. Здесь тепло. Здесь... Но здесь не горячо. Интересно, здесь стеклянная дверь. Это какая-то инфракрасная. Это инфракрасная... Слушай, а я сняла халатик. Водичка хорошенькая. Такая. Такая. Такая приятная. Женщина, куда плывете? Я плыву брасом, как ловец. Это брасом? Это лягушка? Это брасом, я плыву. А-а-а. А как ты еще умеешь? Покажешь? Да. Я голову мочить не хочу. Как это? Ты ж купаться будешь. Мочи давай. Когда ты еще в басике помочишь голову? Покажи все варианты, которые ты умеешь. Ну сейчас. В бодерплее пропускаю. Почему? Потому что я уже не могу не путь. У меня не путь. Опа. Мастер-класс. Нет, далеко? Все? А еще кролик-то, да? Давай, кролик. Ого. Навык уже потеряла, да? Нет, дай мне не слабо. А ты откроешься. Дай попробую еще раз кролик. Давай. Давай. Молодец. Сколько ты так не плавала уже? Сколько ты лет так не плавала? Ой. Володости. Хух, много лет. Лет 20 точно не плавала тогда? Ну вот это не спорт, потому что нет. А батерплее это... Будешь делать? А я его сейчас не осили. Ну пару раз. Я теоретически помню, физически не помню. Ну давай. Подожди сейчас. Отдышись. Надо отдышаться. Ну сейчас это будет такая попытка. О, дает. О, дает. Шумно делала. Да. Тренировки нету в туалет. Ну все, давай, наслаждайся, я к тебе сейчас приду. А батерпляем посреди нас я плавала. В четвертом классе. Ну-ка плавец, сделай заплывчик. Снимай меня так, смотри поближе. Посмотри. А ты, а поплавай, что ты как плаваешь? Я как плаваю. Что-то со стороны никогда не плавала, я никогда не чувствую. Ты вообще считаешь, что я не умею плавала? Ну как умеешь, ты плаванием не занималась. Ты занималась? Не занималась, говорю. Ты ж не занималась, я знаю. Ну и что, нормально плывешь? Ну и что? Ты же не профессионал. Ну это типа собачьи. По собачьи. Ну это ты кролем плывешь, да. Ну это быстро устаешь, потому что да. Брасом самая легкая. А кролем вообще-то голова в воде. Ты только ее на повороте открываешь рот, вздыхаешь. И потом... А я вообще ее не отпускаю. Ну, я училась плаванию не один год, понимаешь? Вода, не плывая. Ну все понятно. Я сейчас тоже плаваю как попало. Ну ладно. Я плаваю как попало, да. Я не как попало. А ты, конечно, не как попало. Потому что я могу то спине, я не знаю. Руки по очереди. Греби руками по очереди. Сначала одной, потом другой. Как мельницы, только назад. Тренер, кстати, сказала, чтобы обладался, смотри, я не теряю. Смотри, одной рукой заводишь и отталкиваешь воду. Потом второй по очереди. Одной, потом второй. Ну-ка давай. Ну, в общем-то, правильно, да. Да я бы тебя сейчас за полчаса бы научилась на спине плавать. Это новый стиль называется «Медуза». Я говорю, новый стиль называется «Медуза». Это типа звезда какая-то. Ты чего тонешь? Тонешь, потому что, ну, тяжелые кости, я тоже тону. У меня мама могла спать на воде, а я вот тону. У меня вообще ноги уходят на дно. Ладно, иду. Сколько тут летров вниз? Я прыгаю, короче. Мама, я че? А ты говоришь, а видно было меня, как я прыгала? А тут, между прочим, дно-то я чувствую, вот оно. Вот я стою. Come to me, come to me. Ну, ничего мы с тобой сделаем. Давай заплычай, давай. И туда? Нет? У котика давай. Попер? Заплычай. Попер? Ну, не, ну, просто заплычай. Давай, тупень и поцелуй. Давай, раз, два, три. Две дурочки. Давай, обратно. Я первая. Нет, вторая рука. А я подряд не поддаюсь. Ну, что, я вторая рука, вторая, я так не могу. Давай, раз, два, три. Ай, я так не могу. Все. Как никто не стартует. Мама, похож на обезьян. Конечно. Чтобы никто не заделал камеру. Мы ее вот поставим сюда. Вот, тут она в безопасности. Ну, кто есть, я думаю. Что это, что здесь нет? Нас? Нас. Буквы. Ты же, что-то ровно было снимать? Не, ну, как мы плаваем, можно смотреть, не что-то. Да, да. Вот, уже логическая прям кнопка. Градус 25-26, да. Даже блин 26. Это классная, да, вода. Я каждый градус чувствую, я знаю. Градусы, мои ощущения. Ну вот, теперь у нас уже идет обратная дорога. Мы напарились, накупались, наплавались. Так хорошо, да, в 7 часов уж только вышли. Как ощущения? Ну, мы сколько, 2 часа, 2 часа, ровно 2 часа тусили, да. 2 часа тусили, получали дочь. Ну, мало 2 часа, на самом деле. Но мы как бы все равно спешили, нет, нет. По времени все делали. По времени спешили, потому что надо уже в садик нам бежать. Надо в стрель-теньку забирать, да. Да. До садика не дозвониться. Вообще они до 8 работают у нас. Я бы сейчас дозвонилась, и все нормально было. Но там выключены, будут переживать, потому что я его всегда в 7 забираю. И он привык, он уже знает, что я всем прихожу. Ну, значит, у них-то есть твой телефон, если что, позвонят тебе. Ну, вообще они стараются не звонить, не напрягать. Ну, значит, не критично. Мы сейчас едем обратно по левому берегу так же. И вот у нас тут уже огоньки, так красиво все. Ну, посмотрим, что это такое красивое у нас тут. Казачий курень. Ресторан, да? Что они тут делают? Сидят мои маленькие. В телефоне там ковыряются. Доча сегодня решила мне ужин приготовить. На пару мы делаем, мы решили сделать семгу. Осталось 3 минуты. Семгу на пару там с овощами разными, грибочки там. В общем, доча меня решила сегодня побаловать еще и ужином. В общем, мои дорогие, пришли мы домой. Вот дочечка ужин сейчас решила приготовить на пару там и семгу, и овощи будем кушать. Сейчас жду, уже скоро будет готово. Очень хочется кушать. И вообще после вот сауны, там вот бассейна этого всего так в сон клонит. Прям не могу. Мне кажется, я сейчас покушаю и лягу и усну сразу вместе с ребенком. И все, больше ничего сегодня делать не хочу. О, звенит уже. Пароварка у нас. Доча, готово все. Накладывай мне кушать. Корми меня давай. Дени. Ты грибочки любишь? Так, доча, там мне приготовила уже. Картошечку тебе побольше. Голодные кушать будем. Картошечку положи, да. Ты пока сейчас выкладывай немножко на одну тарелку, чтобы семгу оттуда выковарнуть. Да-да-да-да-да. А потом мы раскидаем, что лишнее, обратно положим и вообще в контейнер положим. Дени, а ты босиком, между прочим. Дени, пойдем сейчас оденемся, обоимся. Я хочу. О, какой ужин мне дочечка приготовила. Ой, как пахнет вкусненько. Мне уже не терпится скорее покушать, да. Давай, доча, садись, будем есть. Ну все, мои хорошие, мы садимся кушать. На этом я хочу свой влог закончить. Пока. И до следующего влога. Все, кто меня смотрел, кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь, кто не подписан еще. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok